Всем хай! С вами Южин и сегодня, ребят, мы с вами будем снова играть в The Walking Dead New Frontier. Сезон 3, эпизод 3, наконец-таки он вышел! Что-то я заждался этого эпизода. Такой ощущение, как будто он очень долго не выходил. Еще при условии то, что мы, помните, когда только начали играть, когда игра только вышла, там сразу два эпизода вышло. И я такой, как-то разодорился сразу подряд так играть. А потом бац, и долгий перерыв, и я что-то приуныл. Но теперь я рад, что эпизод с нами. И мы будем с вами в него играть. И интрига, величайшая интрига ждет нас. Мы встретились со своим братом. И, конечно же, мы будем с вами с ним конфликтовать. Игра заставит нас конфликтовать с ним, потому что между нами стоит, во-первых, женщина. Во-вторых, власть, скорее всего. Кто будет главным лидером, потому что брат всегда помыхал нами, когда до всей этой катастрофы он был старшим. Но теперь мы же окрепли, мы же теперь мужчины, и мы можем с вами принимать решения. Поэтому конфликтов будет много. И всегда будем чувствовать себя плохо после каждого решения. Даже если оно будет более-менее правильным. Потому что нельзя угодить всем. В принципе, как в реальной жизни, не всегда твои решения оставляют довольными всех. Приступаем. В предыдущих эпизодах, где Walking Dead, да. Что за пипо? Я не помню этих... А, нет, все, вспомнил. Я просто бабушка не помнил. А, бабушку кусили, да, все, вспомнил. Прям за щеку. Здесь мы его не убили, я помню. И нам это аукнется. Мы его... А, мы его увидим в этом лагере. Мы же туда пришли. К ним, прям в логово. И увидим их там. Его, как минимум. Клементина дико крутая. Прям. Шнаби том-том угрожают нам. О, да, я помню этот момент. Пасть у меня таки отвалилась. В общем, читайте субтитры. Они большие, и вам будет видно. Не понимаю, для чего нужно внедрять этих персонажей из сериала, из комикса в игру. Чисто, чтобы держать поклонников ходячих, оригинальных ходячих, здесь, возле игры. Чтобы на ностальгии поиграть и так далее. Хорошо, мы не стали стрелять. Она еще обиделась нас. Она что, ожидала, что я буду стрелять в чувака? И он еще нас обиделся. Мы маленькие пощечины могут дать рукоятке пистолета. Я бы не стал убивать мужика Конрад. Его зовут, по-моему. И вот он, наш братец. О, мой Бог. О, мой Джизис. Да потому что рядом есть Джизис, чувак. Окей, ладно. Смотрим. Вникаем. В суть. Ключевое значение в этой серии игр имеет сделанный выбор. Сюжет развивается в зависимости от действий игрока. Но всегда приведет вас к какой-то жопе. Гарантированно. Смотрите, мы побрились. Это предыстория, да? Так. Тебе лучше вернуться в безопасное место. Пожалуй, он того не стоит. Теперь все непросто. Как стрёмно ходить, наверное, вот по таким улицам. Кэт, ты знаешь, кто ходит по ним. Иногда, когда... Боже мой, мое горло. Иногда, пока я думаю над выбором, над решением, я отвлекаюсь от диалогов и теряю нить. Бывает такое. О, боже мой. Мы же знаем, мы столько ходячих пересмотрели. Так. Тише, Кейт. Хейт, держи это. Я знаю, что трудно ходить, Кейт. Но ты должен быть осторожным. Я извиняюсь. Я просто забыла от этого жопа. Я просто думала, что в этот раз мы deserve to catch a fucking break. Кейт, ты укусил, сейчас! Боже мой, боже мой. Боже мой, боже мой. Размазить голову об асфальт, да? Ну, наверное, жалко. Сложно себе представить. Просто, когда мы все смотрим на это, мы четко осознаем для себя, это зомби. Мы как бы поняли правила. Правила вселенной. Но оказаться в той ситуации, когда вы точно знаете, что это были реальными людьми. Они все были реальными людьми. А-а-а. Так, жаль, что тебе пришлось это увидеть. Это уже не он. Мне понравилось, как в сериале, в первом сезоне, в «Ходячем эртесах», показали вот этот вот момент, когда человек и его личность перестают существовать. И начинается просто тело ходящее, которое хочет... Так, надо зайти обратно. Надо зайти обратно. То есть, она это заметила. То есть, все эти нейронные связи, все эти импульсы, что проходят в нашу мозгу, все те реакции, все, что является нами, перестает работать. И просто какие-то маленькие-маленькие вспышечки чего-то. То есть, чтобы мужичок работал. Что-то там вот внутри начинает работать. И это все, что есть. Все, что осталось от личности. Так, везде небезопасно. Что-то там, где-то не так изолировано. Что делает, что это лучше, где-то, где-то лучше. Все, и все, в этой дворе, это мертвое. Как долго, пока одна из этих вещей выйдет? Мы остаемся, кто-то будет болит. Или worse. Вы действительно думаете, что дети будут счастливы с этим планом? Они будут понимать. И если они не будут, мы просто... Они такие маленькие. Столько лет уже, наверное, прошло. Так, одни мы не справимся. Мы найдем его. Так. А, Хави зовут нас. Я и забыл. Которого мы недавно убили, да? Сейчас она расскажет, да, что мы только что разбили голову одному из его друзей. Кейт просто напугалась. Подрастешь, скажу. Так, мне надо сказать, наверное. Да, это же. Стэн, почему, почему мы должны уйти? Если это случилось к тебе, я не могла это упорить. Да, это же жестоко. Сказать мальчику такие грустные вещи. Ну, блин. Ну, блин, это хороший аргумент. Папе? Мы его любим. Мы его найдем. Забавно, что брат в итоге скажет нам про эту записку. Он покажет нам ее. мне нравится музыка. Я люблю музыку в таком стиле. Она, знаете, напоминает о старых ужастиках из восьмидесятых. Папа, нам пришлось переехать куда-то. Я не знаю, куда, но Кейт говорит, что я не успел дочитать. Поэтому мы найдем тебя. Как круто, что игры делают как фильмы. вот эти моменты. Знаете, когда начинается музыка и что-то показывается и титры идут. Там режиссер тот-то. Это озвучание тот-то. Ресценарист такой-то. И это так завораживает. Это в атмосферу тебя внедряет. То есть, ты знаете, как просто перемещает тебя в ту вселенную. И ты просто полностью погружен. и это так круто. Вот удивительно, я всегда думал о музыке. Каким образом, знаете, какой-то математический набор звуковых волн, совокупность их, влияет на настроение. Как так это устроено? Ведь звуки, сама природа, звучание существовало еще до людей. третий эпизод над законом. То есть, это как бы не для нас было специально придумано. Это просто существовало и вот таким вот образом интересным совпало, что звук влияет, определенный звук влияет на восприятие, на эмоции. Хотя, в принципе, что-то тут есть логичное. Ведь страшный звук рык влияет на животных и на людей страхом. То есть, как бы мы начинаем бояться и убегать. В принципе, все объяснимо. так. Это действительно ты? Внезапно. Клэм что-то знает. Я всегда надеялся, чтобы найти тебя. Окей. Я никогда не думал, что это случилось. Не после этого времени. ты не понимаешь, как хорошо это видеть лицо. Блин, ну давайте не будем общаться здесь. Да-да-давай, прямо здесь. Да-да, здесь нет смысла спорить. Давайте. Так делать нельзя. Вот, пробраться внутрь и убить лидера втихаря и завоевать все. Это другое дело. А вот и доктор. Если честно, я просто принес забыл. Я не знаю, что ты думаешь. Я не знаю, что ты думаешь. Но это специально, чтобы сомнения в нас нести. Да? Да? Так. Так. Может быть, это и хорошо. Хорошо. Так. Он не шутит. Я не буду перед ней объясняться. Так. 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 Надо промолчать. Здесь надо промолчать. Мы сами подумаем. Вообще, скорее всего, он был за этим. Стоял за этим. Возможно. Возможно, это просто инициатива этого Макса. Гопник этого. Так. Да-да. Вот. Давайте. Поболтаем с ней. Окей. Ладно. Не будем пытаться оправдать кого-то. Не будем пытаться оправдать кого-то. Так. Не будем. Так. Дай мне выиграть время. А вот и братец пришел. Эй. Да-да. Похоже. Дальше. Хм-хм-хм. Велик. Просто забудь его. Хорошо? Дай мне его. Этот умный кукол. Хави. Просто... Так, вернусь как только смогу Так, ну окей, мы не можем этих бедных людей кидать Да, она знает, Клэм знает его Не видела много Надо с братом поговорить Будет очень сложная ситуация, будь, я не могу себе представить Что у меня есть брат Я вот начинаю пытаться, ну, как-то спроецировать эту ситуацию Пытаюсь понять, как бы я поступал в таком случае Я не могу Я, я не представляю Я буду сейчас действовать, как, знаете, как бедный птенчик Беспомощный Ты кликнул сюда случайно, а-а-а-а И визжать буду А, он слушал, он подслушивал Так, пусть они тебя не волнуют, рад, что мы здесь Да, конечно, ему надо быть Жестким Смотрите у нее, как хорошо все сделано, да Награбленная, скорее всего Насчет нас с Кейт, все правда Мы могли бы про Кейт рассказать еще вдобавок Оу Я извиняюсь, Дэвид Она... Она умерла Она была достойна лучшего Она нас поддерживала Она была очень мудра... Мудрая? Да, скорее всего Глупая смерть, она от выстрела в голову Пожалуйста, я хочу знать Она просто стояла там Возвращая свою собственную работу Она просто нашла Сочетала свои телефонные слабые В зеркале Она улыбнулась И потом кто-то Поехали на голову Какой видный живот Возвращаясь на нее Какой видный живот Возвращаясь на нее Возвращаясь на твои Мои люди Не в порядке Отвратить маленькие девочки Дэвид, я был там Они тоже Кейт Попросите Возвращайся на кейте Если вы не верите Макс Была частью О-о-о-о О-о-о-о Смотри Мне нужна детали Что в течение всего Стоит Что случилось? Мне нужно знать Что случилось Все Что ты вспомнил На нас напали из засады. Политика здесь, они могут быть неплохой. Я думал, что ты был босс. Есть четыре из нас, которые бегают в Ричмонде. Ты должен впечатлить остальных трех. Или ты вернешься на дороге по ночам. Я пытаюсь обрабатывать все. Ты и твои друзья могли бы иметь очень длинный день. Ты бы не позволил это сделать, бы ты? Мы только здесь приехали. Это не только для меня. А, черт. А барсука-то, этот лысый, да? В шапке? Эйва. Это мой брат, Хави. Бейсбол-брэд? Так. Приятно познакомиться. Нет, 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 нет. Если говорят прямым текстом, ты можешь ей доверять, значит, ты не можешь ей доверять. Как-то он не очень смешен, узнав, что его дочку убили в голову одни из его людей. А ты хоть пытался? Мы долго ждали. Все нормально, мы уже вместе. Что? Ты даже пытался? Как можно даже спросить? Я не знаю, Дэвид. Ты выглядишь довольно способен. Почему ты не вернешься? Мама и я уехали из города на улице по дороге к хоспиталу. Это было долго, чтобы она... Пой Мама. Я не мог их бросить. Мы были командой. Это не радует меня и не вызывает улыбку. Меня больше бесит. А, смотрите, прям настоящая больница. Очень удобно. О, столько новой информации. Так, хорошо, ей спасли жизнь. А она не подыхает. Эй! Эй, сын. Все, что ты нуждешь? А, да. Это место, как в ресорт. Посмотрите, Хави. Нудли в куке. Мы должны купить тебе настоящую еду. Стат, превратить тебя в солдат. Ха-ха. Хави. Я рада, что ты в порядке. Так, переубеди меня. Теперь намного лучше. А, не успела. Ладно, улыбнулись, хорошо. Тоже сойдет. Хави. Смотри, это хорошо, что тебя вернули. Посмотрите на эту семью. Посмотрите на мою жопу. Она не очень красивая женщина живая? Хави. Эй, ей не очень, да, нравится. Ты, конечно. А что ты еще можешь сказать? Вам повезло. Промолчим. Че тут еще поддайкивать? Не волнуйся об этом. Просто скажи «Да». А что? Ты в порядке? О, черт. Я пойду доктор. Я в порядке. Но я просто хочу спешить меня. Я в порядке. Я боюсь, Хави. Я больше, чем я была, все время на дороге. Даже когда я думала, что я умерла. Все, что внутри меня, кричит, чтобы уйти от здесь. Потому что наши люди — это убийцы. И Дэвид? Дэвид, просто расслабься. Давайте тебе лучше, Кейт. У нас здесь есть. Я не волнусь об области. Мы были хорошо, без них. Ты не был укрепленный сплин. Эти люди почти убили меня, Хави. Дэвид. Это люди. Ты забыл, Мари? Конечно же не. Это всегда было ты и я на дороге, Хави. Это как мы сделали так далеко. Пожалуйста. Промнись, мы вернемся к этому. Первый шанс, который мы получим. Это место. Это... Кейдж. Так, здесь мы больше безопас... А как же Дэвид? А как же Дэвид? А как же Дэвид? Я слышу тебя, Кейт. Но мы не можем просто перейти на это место. На моего брата. Хави. Мы должны попробовать это работать. Я всегда говорила это о моих журналистах. Я думаю, что это все равно подходит. Что-то. Просто... Пожалуйста. Пожалуйста, не оставь меня за слишком долго. О, боже мой. Да-да-да, возможно, это ее швы, но она все еще бредит. Что ты такое говоришь? Я думаю, что она подняла ее швы, когда она поднялась. Она швы? Я уверен. Но швы часто приходят в швы, с абдоминалами. Хм. Я даю тебе что-то, чтобы отнимать швы. В любом случае, что он приходит назад. Да-да-да-да. Я знаю, что я должен комментировать что-то, но мне хочется просто смотреть. Не знаю, я смотрю как фильм сейчас. Ах. 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 Больше внимательности. Она заперта. Мы привели ее больше. Ах. 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 Пожалуйста, я гостю ей. Я волнуюсь по этому. Я согласен. Я вверху это сюда. Я хочу встретить Эленой. Я уверен, что вы будете себя адекватом. Я уверен, что вы будете анраведомы, что вы будете против. Вы можете вверху за их тоже, да? Ну это не работает так же. Но мы сделаем за него быстро. Хаби и я, надо похудеть людей. Чем же она не будет запрошивать. Окей, тут у них такая жесткая система голосования Ох, меня будет спрашивать про это И как поступать? И как поступать? На самом деле, мудрее, наверное, все-таки придерживаться словам брата Потому что мы не знаем местных порядков, мы не знаем вообще ничего Может быть, все-таки стоит ничего не говорить И просто нам, по сути, должно плевать быть на этих всех людей Есть наш брат И если он нас обманывает, то мы однажды потом сделаем выводы и разберемся только с ним А, вот они двое Короче, вот попробуем пока поиграть Вместе с братом Так, здесь все миры, все-таки, отлично, хорошо Так Окей, давайте не будем здесь врать О, да, но с кем, который ты мне пришел власть совершенно 5-так Извините, что мы должны быть осознанными Я уверена, что ты понимаешь Мы только начали едить Клинт пытался меня избежать о сенсионной высокой 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 криминадки О моих чудеских монастыковых гадоу А, то есть, мы должны сейчас выбрать, что? Ну, вообще, торт выглядит очень приятно. Хотя, вот я чувствую, что я неправильно поступаю. Мне надо молчать. Это Финю спрашивает. А я... Нет, да, да, да. Надо молчать. Дурацкие вопросы. Окей, молчим. Ах... Ааа... 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 Олень не дает мне уснуть, я знаю, какова это. Опа. 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 Ну, правда, мы потом. Не верю. О, черт. Опа. 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 О боже мой, я чувствую такую беспомощность сейчас, жесть происходит, так мы сейчас брата туда подставим. Она права, Дэвид, вы потеряли контроль. Я хочу их уйти, все. Берите Хави и всех в карантине к двери, отправьте их с достаточно оружием, чтобы защищать себя, но не больше. Оу. Нас всех выгоняют, окей. Смотри, мы не можем бороться с этим, не сейчас. Кейт и Гейб будут в безопасности, и ваш друг друг. Но остальные, вы должны делать то, что они говорят. Я извиняюсь. Это из моих рук. О боже мой, как тупо. О боже мой. Я что-то чувствую, что я просто понял, что я потерял контроль. Я не знаю, как так произошло, но все же вроде шло нормально. И в принципе, неплохо, неплохо закончилось, да? Да, нас выгоняют. Нас сейчас расстреляют возле ворот. Сейчас, по сути, получается так, что мы просто тупо подставили, что нанесет. Дэвид пакал это. Он сделал. Они сказали... Начали прыгать. Что с Элинорой? Пусти. 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 Пусти мне вопрос. Боже мой, Фанни! Пусти меня! Пусти меня! Это не будет помогать Элинор. Не сделай это плохой для нее. О, блин. Нифига... Нифига она его вырубила. Не пугай это. О, боже мой! Я уже облажался, я чувствую. Есть собрание несколько километров здесь. Не возвращайся. О, боже, у меня даже времени нет, чтобы подвести какие-то итоги. Так. Мы еще живы. Слушай, мы не мертвы. Это что-то, хорошо? О, не отойдут друзья наши. Короче... Я просто... Тут события за событиями. Я даже не могу поболтать толком и спеть. Так, что у нас здесь есть? Давайте посмотрим... Здесь есть... Э? Что это? Карта и дубина. Что это? Мы находимся здесь. Нам нужно идти сюда. Давайте осмотрим вот этот пункт. А-а-а. А-а-а, они расширяются. Я уверен, что Дэвид хочет идти сюда. Мы даже не знаем, где мы на этом пункте. Мы здесь? Окей. Здесь Ричмонд. Это помогает. Это, где мы находимся. И это, где мы должны идти. Просто надо идти вверх. И чтобы найти вверх, мы должны найти вверх. Ну, блин, эти звезды вообще не одинаковые. Хотя, погодите, вот это ярче всех. Это все. Мы должны идти сюда. Что еще есть в них? Не много. Флэшлайк. Не достаточно оружия. Нет еды. Кстати, да. Мы все это делаем возле ворот, где на нас смотрят люди нового рубежа. Этой. А? Поехали. Поехали. Позвольте. Ох. Этой человек, в тоннеле, это не я. Позвольте шоми. Конрад, не позволяйте привычку от коммунского слова. Дай ему шоми, Хави. Взять оружие Я думаю, если человек один раз так смачно психанул, то и даже тоже психанет Боже мой, я вообще в шоке Как так все произошло, странно Я... В самом начале, когда только мы шли на встречу Говорили, что лучше пока подыграть, потому что мы ничего не знаем И в итоге Нас начали закидывать Обвинениями, что я не удержался И да, и да Никогда нельзя забывать, что ты находишься не у себя дома Что ж, ребят, на этом мы с вами закончим первую половину третьего эпизода И посмотрим, что нас будет ждать дальше Если вам понравилось, то ставьте лайк Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и Стиме Все ссылки будут в описании Поуто-видео С вами был Юджин и мы увидимся очень скоро Питюль напоследок Ходячий пятюль, вы готовы? Раз, два, три и... Пять! Продолжение следует...